Ну что, пусть я говорил, что сток-топ на канале больше не будет, но я посмотрел, в прошлых роликах были тяжелые, средние и легкие танки, а ОБТ не было. Да и на канале появилось много новых подписчиков, поэтому по вашей реакции я и посмотрю, стоило возвращать эту рубрику или нет. Сегодня мы сравним топовые М1А2 на 150-х АСах и на первом уровне абсолютно без модификаций. Таким образом, на разделенном экране мы наглядно увидим, насколько же отличаются топовые и стоковые экипажи и танк, и каждый для себя сможет решить, что в первую очередь качать. Начнем с горизонтального привода. В топе Абрам сворачивает свою башку со скоростью 40 градусов в секунду, хотя в стоке это всего 28. Очевидно, что разница большая, но на видеоряде это заметно еще лучше. Кстати, баг, когда башня останавливалась при записи горизонтального привода, куда-то исчез, возможно, улитки его пофиксили. Вертикалка. Тут все не настолько страшно, насколько это быстро. Надеюсь, вы успели что-то рассмотреть. Далее у нас идет перезарядка. У некоторых танков стоит автомат заряжания, и тогда прокачка заряжающего на топах вообще не требуется. А если заряжающий все-таки есть, то разница везде плюс-минус такая же, как на Абрамсе. Разгон и достижение максимальной скорости. Абрамс разгоняется до 67 км в час. Так что разгон до сотки тут не снять, и популярным автоблогерам у меня стать не получится. Придется налить в башню колу, кинуть туда ментос и смотреть, что произойдет. Кстати, помимо модификаций, которые влияют на разгон, есть еще параметр мехвода, время переключения передач. Торможение. Да, такой параметр тоже есть, и я про него все время забываю. Вообще, я еще чекал торможение для того, чтобы посмотреть раскачку, но так как здесь стабилизатор, то это снимать нет смысла. Разворот на месте. Да, я здесь немножечко перемудрился с приближением камеры, но я думаю, что все и так понятно. Не знаю, что они так дергаются во время игры, я что-то этого не замечал, а сейчас на монтаже так дебильно смотрится. Что касается разворотов на скорости, то здесь стоковая техника очень сильно проигрывает. Чтобы очень быстро развернуться, нужно достигнуть практически максимальной скорости, а 40 км в час, как здесь, недостаточно. Что касается ремонта, то здесь высчитывается среднее значение прокачки среди всех членов экипажа. И, насколько я заметил, стоковое и топовое время ремонта отличается ровно в два раза. Более того, на Леклерке и на Риэто время даже точно такое же, как и на этом М1А2. Так что, починиться в два раза быстрее, это, конечно, очень охрененный плюс. Не знаю, нужно ли вставлять ремонт разных частей и показывать весь таймлайн, пока он чинится. Тут, в принципе, и так понятно, что когда топовый починился, стоковый еще будет стоять столько же времени. Такие параметры, как живучесть и скорость пересаживания, я показывал в прошлых видосах, и, собственно, ничего не изменилось. Живучесть вообще довольно сложно показать, потому что вы знаете, как рандомно могут разлететься осколки, или какой-то рандомный урон получится. В общем, самое основное и, наверное, важное я показал, и теперь жду ваших комментариев. Надеюсь, вам понравилось, потому что видео очень нелегко делается, и спасибо за просмотр.